Папа умный, очень сильный. Мой папа сильный, хороший и милый. Моя мама очень красивая, добрая. Умная, доброжелательная, заботливая, сильная. А вот и мама. Меня зовут Наталья Рогозникова. Меня зовут Алексей Рогозников. У меня травма позвоночника. Я инвалид детства, ДЦП. И у меня четверо детей. На мне выходить? Да, за мной пойдем. Держи, держи. Подруга только получила права, и мы отправились в путешествие по местным озерам. У нас их много. Ну, я просто банально не справилась с управлением, и, в общем, влетели в дерево. До и после это разные жизни абсолютно. Но, в принципе, после мне даже больше нравится теперь. Я сама на протяжении всех 22 лет не видела ни одного человека с инвалидностью вообще в своей жизни. У нас раньше каждый год проходил слет молодых инвалидов в Челябинской области. Меня на нее сразу обратил внимание. Потому что как красивая приехала. Мы с Лешей абсолютно из разных миров. Ну, на тот момент были. И если бы не моя приобретенная инвалидность, мы бы, может быть, и не встретились. Трудностей довольно-таки много, да? Все-таки, ну, четверо детей, трое мальчишек, и они очень энергичные. Всегда всем все надо. Хозяйственных дел очень много. Когда один-два ребенка, с ними как бы больше заниматься надо. Потому что они одни, особенно когда один ребенок. А когда их трое-четверо, все равно они уже между собою занимаются. Самое приятное в готовке – это поесть. Правильно? Мама, наверное, не очень была рада. Она уже после второго говорила, хватит, хватит этих воспитателей. Так получилось, что мамы рано не стало. Мне было 7 лет, когда она умерла. И он воспитывал нас один, ну, папа мой. Он очень был рад, когда родилась Ариша. Это прям вообще, ну, первая внучка. Она была первой у всех. Мама помогала ночью. У Леши сестра еще была не замужем. Она тоже с нами жила. То есть мы были в помощи прямо с ног до головы. И мы такие воодушевленные с Лешей. Ну, ты видишь, как легко. Ну, это не оговаривалось, да? Это подразумевалось. Ну, типа, все прекрасно, рожаем второго. Появился Иван, папа поменял работу, мама устроилась на другую. Света вышла замуж. И мы как бы присели немножко. А когда ты понимаешь, что, ну, это твои дети, и все равно тебе рано или поздно придется брать ответственность на себя полностью. Ну, в общем, мы как бы немножко так со скрипом, со скрипом, но научились сами. Мне нравится жить в большой семье, потому что никогда не скучно. Кто-нибудь всегда дома. И с кем-нибудь можно найти общее, как бы, развлечение. Дело в том, что им просто по жизни, в течение, да, всей нашей жизни, каждый день приходится выполнять те действия делать, которые в обычной жизни делает взрослый человек. Какие-то повседневные дела, мне кажется, их много. И половину я, наверное, уже просто не замечаю, потому что, ну, Ваня сходит, ну, Ариша сделает. Меня это совсем не тяготит, потому что, да, особой даже помощи нету. Просто в магазине, например, дверь придержать. Или убраться, помочь, ну, или приготовить что-нибудь. Паме я помогаю, ну, много всего там. Мы с Мисой там еду ему носим, там, что-то ему покупают на наши деньги. Ну, я помогаю мою посуду, пылесошу, ну, и собираю коляску. Миш, наклони сиденье папино, я забыла. Тойота Ярис, она очень маленькая, ну, она практически-то четырехместная считается. Ну, мы, как бы, да, еще и со всем скрабом, то есть, если мы едем на озеро. Общественная деятельность началась, наверное, с того момента, когда у меня появилась машина, когда я сам смог путешествовать по озерам, по лесам. У меня появился проект «Туризм без ограничений», который именно направлен на создание возможностей для активного отдыха для людей с инвалидностью. Жена у меня, Наталья, она самая главная участница моих грантов, потому что, ну, и ей интересно спортивное движение какое-то, это активное. А дети тоже, им интересно, они везде с нами, мы их таскаем, я их приучаю и к походам, и к здоровому образу жизни. Абсолютно без разницы ведь, ну, какая у человека инвалидность, какие у него глаза, какой во цвет у него волосы. Люди на коляске, они живут полноценной жизнью, женятся, выходят замуж, рожают детей, путешествуют, работают. Ну, то есть абсолютно ничего не чувствуешь, да, человеку с инвалидностью.